Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1376. Разбор ответов Архимандрита Юрасова. Вопрос 60. Как понимать выражение? В Евангелии от Иоанна 15.13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Отвечает Архимандрит Авросий Юрасов. Любой человек, встав на защиту ближнего, жертвуя своей жизнью, своим спокойствием, своим благополучием, получает по заповеди Христовой. На войне, в экстремальных ситуациях это наиболее ясно проявляется, но бывают и простые жидейские случаи, когда человек защищает ближнего. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Далее, так и не объяснив, что жертва на войне безбожников, все это не от Бога. Саша Юрасов припоминает из своей скудной, бледной биографии, как он три года подряд возился с утюгом в покоях Ювеналия. Саша убивал душу свою ничего не деланием, рассказывает умопомрачительную историю, как епископ Ювеналий, цитата, пожертвовал душу свою за друга своего Александра Юрасова, не отругав его за пятно от утюга на подрезнике. Саша, умоли Бога, чтобы эти книги твои сдохли на прилавках, и ты не позорил православную церковь. Есть такой фильм, может он вам и не нравится, Кама Гридеши по роману Г. Сенкевича, когда Петроний, член Совета Императора Нерона, передает через философа Сенеку записку тирану, в которой просит того делать только то, что он уже умеет, то есть убивать людей. Но умоляет не уродовать искусство, поэзию, в котором Нерон себя считал великим поэтом Докой. Самодур правитель пришел в дикую ярость от этой посмертной просьбы. И я прошу вас, как своего земляка, не уродуйте души людей своими вымыслами и побосенками, не загаживайте рынок своими пасквилями антидуховными. У Райкина это получается намного интереснее. Поучитесь у него. А чтение ваших воспоминаний веет смертной тоской. Вы боитесь Слова Божия, и вам страшно его открыть. Люди задают вам интересные вопросы, а вы кривляетесь перед ними, как паяц. Вам следовало открыть это место Писания и отвечать не экспромтом, а подготовившись в пости и молитве. Иоанн Златоуст говорит, что чтобы привести душу ко Христу, то есть то, чем вы, Юрасов, пытаетесь заниматься, нужны тысячи талантов. А для того, чтобы крестить, не нужно ни одного таланта, кроме как быть рукоположенным и незапрещенным. Евангелие от Иоанна 15.12.15 Сия есть заповедь моя. Да, любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Прочтите в контексте, о чем здесь идет речь, о каких, в кавычках, утюгах. Христос говорит, чтобы мы любили так же друг друга, спасая людей от власти дьявола. А не тогда, когда люди, как Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, умирали за власть дьявола, за антивласть. И мы можем быть друзьями Христа тогда, когда исполняем то, что Он заповедует нам. А что Христос заповедует людям, этого никогда не узнать. Потому что Юрасовы своими фигурами, своим обаянием и чарами выставили себя перед народом, как идолы, позлощенные по слову Василия Великого, и как антихристы по слову Иеронима Стридонского. И скрыли Бога любимого и любящего. Вы скрыли Его Святейшее Слово, приводящее к Святейшей Вере, чтобы люди могли не во грех, а во славу Божию и себе в спасение причащаться на Святейшем месте. Число 18.10. На Святейшем месте ешьте это. Все мужеского пола могут есть. Ты и сыны Твои, это святынею да будет для Тебя. Иуды 1.20. А Вы, возлюбленные, назидая себя на Святейшей Вере Вашей, молясь Духом Святым. Христос сказал нам все, что слышал от Отца Своего. Несколько строк выше прочтите еще и еще раз, что говорит Евангелие. «Христос воплотился, отдал за нас душу, жизнь, пролил свою причистую кровь. А Дух Святой все это напомнил апостолам. И они это написали. А Вы это нашли и спрятали от народа, и рассказываете прибаутки о своих утюгах и подризниках». Евангелие от Иоанна 14.26 «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». «Среда, измельчавшая, дает только слабых и жалких людей. И грустна, безмолвна страна, задремавшая под гнетом позорных и тяжких цепей. Проснитесь, о, братья, проснитесь, пора, не верь, не иди к ним под знамя алкающие свободы и света, любви и добра. Их лозунг – убийство, их цель – преступление, их руки повинны в горячей крови, их черствая, полная мести ученья, далека и чужда добра и любви. Святой, всепрощающей, кроткой 1886 год Нацим